Творческое объединение «Университет» представляет Альма-Матер Здравствуйте! В эфире университетский тележурнал. Как и все граждане нашей страны, мы тоже праздновали День Победы в Великой Отечественной войне. Вместе скорбили и поминали павших, как умели. Но кроме того, мы помнили, что в руках у нас есть телевизионные камеры. И старались хорошо сделать то, что мы должны были сделать. В этом вы убедитесь, посмотрев первую часть очередного выпуска. Смотрите, не пропустите! 8 мая. Митинг у стелы воинской славы, выступление, возложение цветов, короткие интервью. Работники и студенты университета в колонне с горожанами на акции «Бессмертный полк». 71-я традиционная лёгкоатлетическая эстафета в честь Дня Победы. Музыкально-литературный вечер и другие короткие новости. Здоровье не купишь, его разум дарит. Конференция с участием израильских врачей. Баш на баш. Обмен опытом в Ассоциации студенческих медиа-центров. Это и многое другое смотрите прямо сейчас. Альма-Матер. Мудрое решение. Наверное, это правильно, что в начале каждого года, 1 января, отмечается международный праздник, Всемирный день мира. А вернее, Всемирный день молитв о мире. Но также и правильно, что в майские дни каждого года люди вспоминают о событии, которые, пускай по-толстому, противные человеческому разуму и всей человеческой природе, но ведь случившиеся же. Помнить о войне и молиться о мире. 8 мая у Столы Воинской Славы прошел митинг. Рассказывает Олег Пахомов. На митинге в честь Дня Победы у Столы Воинской Славы люди собрались отдать Дань Павшим и поблагодарить живых свидетелей Великой Отечественной войны. Но люди помнят их подвиги. И вот сегодня молодежь, которая присутствует на этом многочисленном митинге, показывает свое отношение. Свое отношение к ветеранам, что она помнит все и готова подхватить их славу, которая идет в нашем городе со времен Александра Невского. Митинг начался со встречи грузового автомобиля ГАЗ-ММ, найденного в лесах Новгородской области. В годы Великой Отечественной войны его использовали советские войска. На ней наши солдаты доставили лампаду, зажженную от вечного огня. Публика собралась разная. Кто-то пришел за компанию с бабушками и дедушками, а кто-то в одиночку. Многие привели с собой детей. Некоторых родителей переодели в военную форму. Основную массу составили сотрудники МВД и МЧС, а также школьники, студенты и, конечно же, сами ветераны. У собравшихся видны разные эмоции. Большинство из них серьезны или печальны. Другие призывают радоваться в этот день. Я считаю, что из этого именно праздника, победы делают день траура. Напоминаю ветеранам этой великой боли, о великих потерях. Думаю, все-таки нужно больше делать праздника, шариков там, веселья. Не смогли пропустить митинг и новгородские представители байкерского клуба «Ночные волки». Их команда ежегодно отправляется в Берлин на мотоциклах. Этот путь символизирует движение советских войск. «Наши парни будут в Берлине и возложат цветы на памятники нашим дедам-освободителям». «Будете ли вы участвовать завтра в акции «Бессмертный полк»?» «Конечно будем. У нас у всех есть деды, которые погибли. Все. Конечно, будем обязательно». «А верхом на мотоциклах или пешком?» «Нет, конечно, пешком, потому что безопасность прежде всего. Мы на мотоциклах, на дорогах покатаемся. Победы!» Встреча завершилась массовым возложением цветов. Смотря на все происходящее со стороны, можно сказать, что подобные мероприятия являются связующим звеном, собирающим вместе представителей всех поколений. Взвод за взводом, рота за ротой, полк за полком. Более 24 миллионов человек прошли в День Победы по городам нашей страны и за ее пределами. С фотографиями солдат, своих родственников, погибших в той войне. Погибших, но не исчезнувших. Анастасия Завильева была одна из многих. Весна 45-го года. Упавшая скупа слеза. Дождливо плачет погода, И мать сидит у окна. Весна 45-го года. «Вернись поскорее, сынок!» Лежит солдат возле дзота, Сжимая мамин платок. В память павшим во славу живым. Сегодня, 9 мая, по всей России шагают полки бессмертия, Как напоминание цены жизни под мирным небом. За годом год стучит в окно. Была война давным-давно, давным-давно. В запас ушли солдаты. Мы должны помнить, Новая война начинается тогда, Когда вырастает поколение, Забывшее войну предыдущую. Наш долг – сохранить и защитить память о наших героях. Так звучит официальный лозунг акции. Бессмертный полк Международное общественное движение По сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны. Здесь люди от мала до велика идут одним общим строем. У всех общее горе и общая гордость. Сегодня представляю своего дедушку. Он непосредственно, скажем так, был в тылу. Он тыловик. Ему было 13 лет, когда застигла его война. И он как раз таки из Сталинграда. То есть как раз где проходили очень тяжелые кровавые бои. Он трудился в тылу и помогал нашим непосредственно воинам побеждать и одерживать победы. Я сегодня представляю на празднике своего дедушку Павловского Юрия Антоновича. Мой дедушка прошел всю войну. Он выжил в блокаде Ленинграда, получил медаль. Также прошел всю войну до Кенинсберга. И после войны преподавал в сельской школе. Это мой прадедушка Власов Иван Иванович. Он прошел всю войну, к счастью, вернулся. Но, к сожалению, я его не застала. Он умер за год до моего рождения. Знаю, что он не только до 9 мая прошел войну. До Берлина не доходил, но потом еще в Японии воевал, когда уже Вторая мировая война заканчивалась. И за это он был награжден орденом Красной Звезды. Движение «Бессмертный полк» в современном виде было инициировано в 2011 году в Томске. Уже сегодня народное движение охватывает 64 государства. Традиционное шествие стало частью Парада Победы и объединило в своих рядах более 12 миллионов человек. Вы посмотрите, все страны охвачены «Бессмертным полком». То есть все народы мира, они, скажем так, объединяются. Эта война для всех священная. И мы должны помнить, мы должны гордиться нашими героями. Задача акции – сохранение памяти о доблести и героизме народа и восстановление преемственности поколений. Самое главное, конечно, воспитание чувства сопричастности человека и его семьи к истории Родины. «Мне идея очень нравится, потому что мне кажется, что мы, особенно молодое поколение, должны хранить память о тех, кто отстаивал нашу Родину, тех, кто подарил нам жизнь и благодаря кому мы сейчас можем наслаждаться этой жизнью, жить именно благодаря им у нас было счастливое детство. И вот много маленьких детей в колонии, они тоже могут наслаждаться своим детством». Владимир Ильич Ленин говорил, «Война есть испытание всех экономических и организационных сил каждой нации». Однако каждый шествующий в бессмертном полку согласится скорее со словами Льва Николаевича Толстого. «Ежели бы все воевали только по своим убеждениям, войны бы не было». В честь Дня Победы прошла и традиционная спортивная эстафета – лёгкоатлетическая 71-я. Участвовали школьники, студенты, коллективы физкультуры предприятий, семьи, инвалиды-колясочники, словом, все желающие. Университетские команды заняли два первых места. Рассказывает Олег Пахомов. Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы, состоялась на Софийской площади. Среди соревнующихся новгородские школьники, студенты и молодые пары с детьми. Бегали все, и холодный день этому не помеха. Поддержать спортсменов пришли маленькие чирлидерши. Забег проходил в формате эстафеты. Команда «НовГУ» приняла участие под символическим номером один. Среди женщин первой финишную черту пересекла Полина Щанова. На самом деле даже не устала. То, что 200 метров для меня, в принципе, это ничто. Хотя темп поднимать достаточно сложно. Я привыкла на советские дистанции, то есть там 800 километров. Поэтому для меня поднять темпы, вот эта скоростная работа, она достаточно сложная. Но сейчас я особо не устала. На самой длинной дистанции, в 6,5 километров, наши студенты вновь завоевали первое место. Михаилу Колесникову удалось прийти первым, что принесло победу мужской команде Новгородского университета. Я тебя поздравляю с победой. Скажи, ожидал ли ты такого результата? Да, ожидал. Ты профессиональный бегун? Ну, можно сказать и так. Участвовал ли ты раньше в таком мероприятии? Да, четвертый раз участвую. А побеждал ли? Да, побеждал. Сколько раз? Это третий раз, а, четвертый раз. Это круто? Это очень круто. Соревнования приурочены к 9 мая. Возможно, этот-то факт и добавлял азарту участникам. Что ни говори, победить в честь Дня Победы – это символично. Что ты думаешь насчет такой инициативы – бегать в честь Дня Победы? Это очень хорошая инициатива. Все-таки праздник. И отдать дань уважения, так сказать, очень хорошая идея. Ты приняла участие в соревнованиях, потому что они посвящены Дню Победы, или просто потому что это соревнования по бегу? Ну, естественно, приятно отдать дань чести своим предкам и всех, кто воевали за нас, за то, что мы живем сейчас. Ну, в принципе, и, конечно же, предложили, но для меня это как отдать дань памяти. В эти дни произошло еще много событий, не связанных с праздником, а связанных с повседневной жизнью университета. Как всегда, широкий спектр информации предлагает сайт университета. Ты вырос. Новгородский государственный университет. Технология твоего будущего. Смотрите, не пропустите. Музыкально-литературный вечер и другие короткие новости. Здоровье не купишь, его разум дарит. Конференция с участием израильских врачей. Баш на баш. Обмен опытом в ассоциации студенческих медиа-центров. Это и многое другое. Смотрите прямо сейчас. Продолжаем. Альма-матер. Короткие новости. На этот раз это рассказ о музыкально-литературном вечере в Гуманитарном институте, презентация двухтомника у библиотеки Первого вуза России и еще кое-какая недлинная, но важная информация. В стенах Гуманитарного института НовГУ в очередной раз воцарила атмосфера творчества. Пространство Центра имени Владимира Сороки буквально наполнилось поэзией. Способ подачи произведений любой, но усмотрение исполнителя. Читать можно как наизусть, так и с листка. Главное – с душой. Не возбраняется, а скорее приветствуется переложение стихов на ноты, ведь вечер назван музыкально-литературным. К слову, на этот раз в программу впервые включили исполнение короткого рассказа, что стало своеобразной вишенкой на торте. Студенческий совет шестого общежития НовГУ провел первенство по настольному теннису. Такого рода встречи проходят уже не в первый раз и привлекают большое количество игроков и зрителей. Три девушки и девять парней играли по олимпийской системе. Победителя пары выясняли по серии из двух побед. В будущем организаторы собираются вывести игру на межобщажный и межинститутский уровень. Ровно год назад программа «Альмаматор» привезла из Воронежа два вторых места в номинациях «Лучшая ТВ-вуза» и «Журналистика телепрограмма». В этом году мы снова приняли участие в ежегодном всероссийском конкурсе студенческого аудио- и видеотворчества «Рекорд». На конкурс поступило более 80 заявок в семи номинациях. Участвуют вузы Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Калининграда, Великого Новгорода, Донецка, Тамбова, Самары, Тольятти, Барнаула и многих других городов. Наша съемочная группа уже на месте. Ребят ждут мастер-классы и экскурсии. Ну и, конечно, самое волнительное – объявление победителей конкурса. Один из основополагающих законов иудаизма – это святость человеческой жизни. Спасая одну жизнь, ты спасаешь целый мир. Поэтому неудивительно, что израильская медицина считается одной из самых передовых в мире. И уж тем более неудивительно, что конференция, научно-практическая медицинская конференция с участием израильских врачей вызвала повышенный интерес. Тем более, что речь шла о дородовой диагностике. Оценил события Виктор Михайлов. Виктор Михайлов. О том, обследовании матери и ребенка говорили в медицинском институте на научно-практической конференции с участием докторов из Израиля. По словам главного акушер-гинеколога Новгородской области, встреча организована для того, чтобы совместными усилиями разработать новые методы и постараться полностью исключить возможность смерти среди младенцев. Мы как бы заявили довольно самой актуальной темой сегодня. Это преждевременные роды, это акушерские кровотечения, это выхаживание недоношенных детей. То есть то, что в мире сейчас у нас формируют основные показатели, младенческое, смертное, и все это. То есть как бороться совместно, чтобы уменьшить эти показатели. В Новгородской области смертность среди новорожденных в 2016-м составляет 4 человека на 1000, что равно показателю Бессарабии. Михаил Лотем, консул Израиля, рассказал, что цель конференции не обмен опытом с новгородскими коллегами, а показать, как работают врачи за рубежом и какие методы лечения используют. По словам Михаила Брусилова, отличие в работе заключается как в техническом оснащении больниц, так и в подготовке кадров. У нас просто есть целая система подготовки врачей. То есть для того, чтобы у нас заниматься ультразвуковой диагностикой, врач должен пройти путь примерно, который составляет около 10 лет. Для того, чтобы самостоятельно заниматься этой работой. То есть это 6 лет специализации по акушерству гинекологии, а потом еще дополнительная специализация по ультразвуковой диагностике, которая составляет по закону государства Израиль 2 года. И только после этого врач считается самостоятельной единицей, которая может делать исследования, ну а после этого нет ограничений, и каждый занимается самообразованием. Наша страна готовит профессионалов в области ультразвуковой диагностики по западным стандартам, где на обучение одного специалиста времени уделяется в два раза меньше. Тем самым падает и эффективность врачей. Израильские коллеги хотят показать свою технологию обучения и привить ее в России. По их словам, если же это произойдет, то уровень смертности среди новорожденных с каждым годом будет все быстрее стремиться к нулю. В жизни самый хороший учитель – это опыт. Берет, правда, дорого, но зато объясняет очень доходчиво. А кроме того, его можно обменять на другой опыт. Наши корреспонденты поехали в Ассоциацию студенческих медиа-центров, что при Санкт-Петербургском университете телекоммуникации и в такой мене поучаствовали. Там было все, что душе угодно – мастер-классы, лекции, экскурсии и личное общение. А чего было больше, оценила Анастасия Цавельева. В апреле корреспонденты «Альма-Матер» студенты Новгородского государственного провели целую неделю в Санкт-Петербурге на профессиональной стажировке в медиа-центре СПП «Гуд» Бонч Бруевича. Мы, корреспонденты «Альма-Матер» решили попробовать местную кухню телепроизводства на вкус. В течение пяти дней мы познакомимся с работой других студенческих медиа. Погнали! Птица Птицами Птица 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 В программе обмена опытом приняли участие представители московских, волгоградских, новгородских и санкт-петербургских студенческих медиа. Была также предусмотрена программа подготовки для радио СМИ. Вы находитесь сейчас в нашей радиорубке, откуда мы выходим в большие прямые эфиры, где готовятся наши передачи. В принципе, совсем недавно у нас был большой эфир, посвященный нашему юбилею, нашему медиа-центру. Было три года у нас, здесь было много гостей, ректоров, в том числе, поздравления, все такие. В принципе, что касается технической начинки, если вы подойдет поближе и посмотрите, то можете убедиться, что аппаратура, могу похвастаться, что не хуже, а даже лучше, чем на некоторых радиостанциях действующих. Команда СПБ ГУД продемонстрировала свою рабочую площадку. Так было положено начало знакомству. Затем представители каждого медиапроекта презентовали свой контент и ответили на вопросы коллег. Стажировка состояла из экскурсий и мастер-классов. Ребята посетили телеканал «Санкт-Петербург», киностудию «Ленфильм» и мультипликационную студию «Мельница». Так сказать, воочию увидели, как работают профессионалы. Ну и, конечно, обменялись друг с другом уже имеющимся опытом в искусстве интервьюирования, монтажа и съемки. Результат стажировки – сертификаты об успешном прохождении курса. И новые друзья из Москвы, Волгограда и Санкт-Петербурга. Это все, что мы успели рассказать сегодня. Но информационная программа похожа на колодец. Казалось бы, все исчерпано, но проходит неделя, причем ровно. Глядишь, он опять полон. Значит, будет повод для встречи. Всего хорошего!